Всем доброго утра! Вот он. Баксик пришёл ко мне. Ну вот. Принёс свою игрушку. Бастяушка завернулся. Баксюнек. А, Баксюнечка? Маме на работу надо. Не. Собачка. Собачка моя. Собачка. Мя. Ты моя маленькая собачка. Чё ты, Баксик? Ты солёный остаешься. На работу надо, маме, Баксик. Папа, ты ему ногти постригал? Да. Без нас тут ему ногти подстригали. Баксюнечка, ты как это перенёс? Кусался, что ли? Ты кусался? Баксик. Пушистик мой. Ох, Пушистик. К зиме приготовился. Пушистик мой. Вот он какой. Подшёрстик-то у Баксика. Вот он, вот он, вот он тянется. Вот он, вот он, вот он. Малыш, малыш. Да, малыш? Спать, наверное, хочется. А, начинается рабочая неделя. Если честно, на работу не хочется. Есть, конечно, кто меня ждут. Но особо у ждунов нет. Потому что перед поездкой в Москву всех покрасила важных и постригла. Перед первого сентября вы скажете, ну да, ну вот. Практика показывает, что не так уж я прям жду. На первое сентября они так много стригутся. Так что вот так вот. Вот он, вот он, вот он тянется, тянется. Всё, пойду я в душ, завтракать, на работу. Ну что, начинаются будни. Ой, у меня голос ещё не проснётся никак. Будни, а значит, яичница, овощная тарелка, кофе. Чем не идеальный завтрак? Вкуснятина. Собираюсь, завтракаю, собираюсь на работу. Ну, какая погодка. 20 градусов, такая же, как и в Москве. Наступает осень, желтеют листья на деревьях, осыпаются. У меня вчера я была в парикмахерской, возле парикмахерской куча листьев. Никто не убирает, никому ничего не надо. Хотя это всё платится за обслуживание, за... Ну, в общем, придомовая территория вся оплачивается около меня мною. И вот такие дела. Здесь всё поливают. Всё уже давно засохло и завяло, но поливают. Так, ну что? На работу не хочется. Честно говорю, не хочется, потому что всё болит у меня. Выпила таблетку и бупрофену, потому что там воспаление в суставах. Всё наколочено, всё разбито, синяки, шишки. В общем, а я иду. то я, как всегда, когда у меня есть время, вяжу шапку. Вот уже макушка закрыта. Здесь она двойная будет у меня, переходит вот в цвет морской волны. Цвет как-то передаётся неправильно. Здесь он мята. Здесь какой-то цвет морской волны, а вообще на самом деле мята. Не передаётся. У меня перерыв. Где-то я минут 40 уже сижу, не работаю. Это хорошо для моей спины. Вяжу шапку. Вот то, что эта пряжа новая, а здесь распущена. А распущена она из свитера. Я сейчас покажу вам. Свитер мне не хватило на рукав. Мне пришлось распустить. Но пряжа тоже новая. Получается, вот только я один раз распускала из неё. Вот такой вот джемперочек. Как правильно его назвать? Классный, мягкий. Пряжа меринос. Очень высокого качества. И представляете, мне не хватило на рукав. Пришлось мне распустить один рукав. Уже распускаю и здесь. Вот эти вот шишечки такие прикольненькие. И воротничок. Очень удобно. Видите, какой ворот? Двойной. Всё очень чистенько. В общем, жалко. Но навяжу с него шапок. С этой пряжей. Вот с этого свитерочка. Прям классная, классная пряжа. Лёгкая, мягкая. Это меринос. Вот не помню какой. Покупала два года назад. Не хватило. Лежало, лежало. И вот я решила использовать. А вообще жалко. Распускать. Красиво. Ещё я задумывалась вот таким вопросом. Не продать ли мне парикмахерскую? Тяжело мне работать, девчонки. Мне тяжело работать со спиной или набрать группу девочек на аренду. Так что я бы взяла, наверное, двух девочек-парикмахеров. Они бы меняли друг друга. И взяла бы маникюр. Естественно, сама бы я уже не работала. Не знаю. Пока думаю. Над этим вопросом я ещё думаю. Пока нет у меня такой возможности сидеть дома. Такие дела. Как говорится, всё. Жизнь течёт. Всё меняется. Приходят какие-то новые мысли в голову. Пока думаю. Субтитры сделал DimaTorzok